Тоже он представляет из себя внутри. Ну, во-первых, материал. Изначально, когда я смотрела их на фотографии, мне казалось, что это какая-то лаковая кожа, но на самом деле отнюдь. Очень приятный материал. Хотелось бы показать вам поближе, так, чтобы передать вообще, насколько он приятный. Это, конечно, ПУ, не настоящая кожа, но она не лаковая, она как будто бы какая-то шелковая. В руке очень приятная. На ощупь приятная. Конечно, вы видите, если это фабричный товар, то все в идеале. Строчки. Очень мне нравится, что окантовка другого цвета. Это прям вообще мега стильно, на мой взгляд. Вот окантовка другого цвета, она есть только у голубой модели, и у фуксии тоже другого цвета. Это такое что-то типа в стиле Пиквадро, но очень прикольно выглядит. Давайте посмотрим, что там внутри. Итак, ну что, добро пожаловать в мир Байлере. Раскрываем и смотрим. Ну, во-первых, отделение для карточек. Здесь помещается спокойно паспорт, здесь спокойно помещаются автодокументы. На самом деле, я вот эти вот еще дополнительные карманы использую для дополнительных карточек. Вот у меня, например, все эти пропуски лежат еще. Какие-то очень нужные нужности. Это бизнес-центр. Пропуск. Посмотрим фурнитуру. Ну, замочек, все это понятно. Она как бы тоже окантована другим цветом. Тоже очень прикольно выглядит. Вот, ну, на самом деле, здесь можно хранить ключи, косметику. У меня здесь всегда лежит телефон. Ну, понятно, деньги и кармашек для мелочи. Вот такой антибирюлевский захват. Вставляется он вот сюда. Ну, и, собственно, вы можете носить ее как клатч на руке. Можно привязать любимую фенечку, можно привязать какую-нибудь пушистику сюда, либо можно привязать ключи. Тогда уж вы точно ничего не потеряете в своей сумке. Да, кстати, еще один прикол, что именно у Фуксии и у Золотистого вот эти вот ремешочки, они контрастные. Да, если у Фуксии все-таки он в тон, так сказать, обивки, то у Золотистого, он вообще розовый, это очень прикольно вместе смотрится, вот это сочетание розового с Золотистым. Это очень крутая тема, потому что у меня, например, здоровенный баул, в котором и ноутбук, и запасные туфли лежат, и что-то он только не лежит. Он просто нереальное количество весит. И когда я куда-то приезжаю, я оставляю сумку в багажнике, беру с собой только свое автопортмоне, я знаю, что у меня там есть и пропуская, карточки, и деньги, и паспорт, и телефон, и помада, и, в общем, все, что мне нужно для жизни, я могу там куда-то в магазин, в рейте, куда-то забежать просто с портмоне, а сумка у меня валяется в багажнике набитая. Поэтому прикольная тема. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Как вы думаете, какой из этих цветов оставила себе Ольга Дми? Внимание, правильный ответ. Я оставила себе все! Кстати, вот этот вот бежево-телесно-золотистый кошелек я очень долго не знала, с чем одеть, но все-таки в конце я подобрала к нему наряд в тему. И теперь меня не мучает выбор, что одеть. Если мне нечего одеть, я одеваю байвери. И непобедимая...